С пожарами в зоне отчуждения на севере Украины борются спасатели со всей страны. Недавно Одесский регион откомандировал туда экипаж из трех человек, который уже сменил очередная тройка наших земляков пожарных. Из техники с Одесской пропиской специальная инженерная машина разграждения и тягач, который ее туда привез. На спецмашине спасатели прокладывали пути для автоколонны, создавали противопожарные разрывы на пути огня. В таких условиях работали впервые, говорят спасатели. Командировка длилась 8 дней. Жили в специальном городке. Сначала возникали небольшие бытовые проблемы, но потом ведомства и волонтеры помогли их решить. Радиологический контроль каждый день. Нормы облучения для людей не более 50 микрозивертов. Для одежды, для техники до 100. Радиологический контроль происходил после каждой измены. В вечере в подразделе 11-го загона города Чернобыля за допомогою МКСУ. Это дозиметр, который находится на шее. Такая большая штука. И за допомогою телескопу промырялось на накопичении радиации. Экипаж МР работал в районе сел Лубянка и Боряковка около 30 километров от ЧАЭС. Угрозы станции другим ядерным объектам нет, уверяет спасатель. По его словам, в зоне активно применяется пожарная авиация. Носгвардия прочесывает местность в поисках поджигателей. Напомню, что сейчас с огнем в зоне отчуждения борется 1066 человек и 253 единицы техники разных министерств и ведомств Украины.